Может ли священнослужитель быть солдатом? Ответ очевиден. Конечно же, если речь идет о московских попах. Значит, РПЦ после Народного собора на этой неделе разрезались заявлением о священной войне против Украины и сатанитского запада. В принципе, здесь нет ничего нового, по той причине, что мы давно знаем, чем занимаются российские так называемые священники на службе ФСБ и, в принципе, на российского режима. Попы не просто так проявили себя, не просто так в парадную рясу о деле Гундяева. Это на самом-то деле является ничем иным, как признаком скорой мобилизации в Российской Федерации. Какой она будет по объему, мы будем еще выяснять. Но на сегодняшний день я вижу как минимум шесть признаков новой волны мобилизации в России. И об этом предлагаю поговорить сегодня. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Но, естественно, мы, конечно же, должны сначала четко разобраться с так называемыми священниками РПЦ. И нам в этом, конечно же, поможет кто правильно на российская пропаганда. Навоз за щекой, простите, видимо, носят в Соединенных Штатах Америки, а не в нашей стране. У меня четверо детей. Это не про него вообще. Так получилось, что Господь привел его в армию. Только руку положили его в священники. Получается, 24, наверное, года. Совсем молоденький. Каждая российская барышня должна очень внимательно смотреть на глаза этой безумной женщины. Потому что она является прототипом судьбы российских женщин. И им нужно пора, да, пора уже вот свою спесь откладывать в сторону. И внимательнее смотреть на мужчин, которые приехали из других стран в Российскую Федерацию. Сейчас будет некий отток граждан Таджикистана и, возможно, Узбекистана. Но они потом вернутся и вас всех утешат. Значит, мы видели ее мужа. Мужа уничтожили украинские вооруженные силы за то, что он перешел границу Украины с оружием в руках. В общем, все, как сейчас официально зафиксировано на бумаге. РПЦ в своем приказе по итогам этого собора заявила, что на войне против Украины российские оккупанты своими преступлениями отстаивают свои жизни, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность. Ну, очевидно, имеется в виду рашки. И вот один из московских попов, одетых в военную форму, уже отстоял. И жизнь, и идентичность. Его уже жарят. Ну, а он параллельно слушает концерты Иосифа Кобзона. Все, как они любят. В этом кино не указано номер дивизии, но именно дивизии ВДВ у них там немного. С большой вероятностью, что речь идет о Пскове, Черехе. Есть там такой населенный пункт, там ППД этой дивизии. И именно этот населенный пункт с большой вероятностью штурмом без единого выстрела возьмет бравая эстонская армия. Почему? Потому что там нет ни одного солдата. Они все в Украине. Кто-то гниет, кто-то в процессе. Что мы видим? Значит, священники РПЦ прыгают со своей паствой. А куда они прыгают? Ну, на первый взгляд все понятно. В АД. И это правильное предположение. Но между Псковом и АДом, ПЭКЛО, ПЭКЛОМПОУА украинским, у них есть транзитная остановка. На году 15-м, наверное, первый раз он поехал туда. Туда – это куда? Очень интересно, куда московский ПОП поехал с российскими десантниками. Ну, то есть прыгнул за ленточку. Часом не в Украину он прыгнул. В 15-м году. Да, в 15-м году, внимание, московские ПОПы, которые маскируются под УПЦ МП, вместе с их главным товарищем Ануфрием, они отказались в Верховной Раде вставать, когда чествовали героев Украины в Верховной Раде. А товарищи из другого отдела РПЦ уже воевали на Донбассе. Ануфрию и другим соответствующим товарищам большой привет. Ну, когда уже началась специальная военная операция, мы готовились к появлению нашего четвертого ребенка. Я очень его ждала, чтобы он встретил меня из роддома хотя бы. И он приехал, он встретил меня из роддома и уже уехал за ленточку потом. Здесь мы сделаем монтаж, все эти пафосные речи мы упускаем. Смысл в чем? Что его и другого московского ПОПа забаранили. Прилетел украинский православный снаряд и разворывал их в ку**. Одного ПОПа сразу отправили в ад, другой, муж этой безумной женщины, соответственно, еще две недели боролся за свою жизнь в госпитале. Но, тем не менее, концерт Кобзона пропустить не смог. Теперь внимание. Главное, что говорит это сумасшедшее, смысл которой на самом-то деле война. Эти российские товарищи женщины, часть из них, нашли смысл жизни в войне. И тем самым, и тем самым, это Попадья показывает будущее для всех российских женщин. Потому что мобилизация во многом скажется неменуча. Кто не знает этого слова, тот погуглит. В этом году, Новый год, мне пришла такая мысль в голову, что в этом году мы... С отцом Александром сделали самое большое свершение в нашей жизни. Он отдал со своей страны свою жизнь, а я отдала свое женское счастье. Она эталонная женщина Владимира Путина. Она рада, она счастлива от того, что муж ее на ваду. Но она осталась одна с четырьмя детьми. Будет теперь бить поклоны в храмах РПЦ. Но таких женщин будет больше. Почему я вижу признаки мобилизации? Про РПЦ мы уже проговорили. Признак номер два. Судя по всему, что Путин и его дом престарелых сейчас видят некое окно возможностей для достижения коренного перелома в войне. И в первую очередь это связано с задержкой западной военной помощи. Да, у нас есть проблемы и пробуксовка с мобилизацией. Привет депутатам Верховной Рады, которые там непонятно где почему-то увлеклись обсуждением закона мобилизации. С другой стороны, есть действующие законы. Но тем не менее, о чем я говорю? Что они вот сейчас на болотах действительно видят окно возможностей. Практически две-три недели и Киев падет, Харьков падет. Но что-то мне кажется, кое-кому пора закатать свою губу. Потому что уж слишком много признаков того, что если и была пауза на Западе в поставках оружия и боеприпасов, они вынуждены будут расчехлиться. Почему? Потому что никто не хочет воевать. На своей территории тоже никто не хочет. Мы не хотим воевать, поэтому предлагаю воевать в Белгородской области. Но и западные партнеры не хотят воевать на территории своих стран. Потому что снаряды российские убивают всех, независимо от национальности и языка. Так вот почему я говорю, что пауза закончилась? Во-первых, появился святой Макрон, который расчехляет теперь западный мир и заявлениями, и действиями. Из последнего, что мы видим, это заявление министра обороны Франции Себастьяна Леккорню, который заявил о передаче в Украине сотен бронетранспортеров в АП. Оно старенькое, но оно бронированное, оно на ходу, в прекрасном состоянии, в общем, не бито, не крашеное. И на любой сорокалетний броневик значительно лучше, чем небронированный пикап. Но кроме этого, французы уже анонсировали передачу ракет Астер Украине. Зенитные ракеты комплексом САМПТИ способны сбивать в том числе баллистические ракеты. Причем речь идет о ракетах Астер-300. Это самая продвинутая их ракета, которая летит, согласно данным, в Википедии на 120 километров. Классная штука. И это произойдет в ближайшем времени. По французам они анонсируют это все на 2024-2025 год. Соответственно, не на завтра. А значит, это только одно. Что Путин спешит. Спешит максимальное количество российских женщин сделать счастливыми. Далее. Пункт номер три. Это еще один признак того, что будет мобилизация. Значит, есть все признаки говорить о том, что проблемы с мобилизацией не только у нас, но и в Рашке. У них мобилизация называется привлечение контрактников. Вот мы помним, что ранее ответственный за это мероприятие Дмитрий Алкоголевич Медведев, он регулярно отчитывался о новых десятках тысяч ежемесячных добровольцев. Однако последние полтора месяца он избегает высказываний на эту тему. И тут надо добавить, что то, что говорил Медведев, не значит, что соответствует действительности. И есть масса признаков, опять же, того, что Кремль уже не может надеяться, что он сможет набирать по контракту необходимое количество людей. И не просто так. Мы вчера с вами получили на листовку на Российской Федерации. Раньше они предлагали так называемые подъемные. Ты заключаешь контракт, и тебе через 15 минут на карту капает сразу 200 тысяч российских рублей. Теперь эта сумма фактически выросла до 700. Вы думаете, Путин стал таким вдруг щедрым? Ничего подобного. Это связано исключительно с одним аспектом. Желающих нет. И, соответственно, растет награждение маньяка. Билет в один конец, он теперь подороже. 700 штук рублей сразу ты получаешь. И вот если присмотреться к этой листовке, то что мы тут видим? Что тут мелкими буквами написано? Для жителей других регионов на время оформления контракта предоставляется проживание. Ну, это мелочи. Жить в Нижнем Новгороде им никто не даст. Раз их готовят на ***, то их и отправят на ***. Ну, тут есть маленькое уточнение. Наличие гражданства, срочной службы или военного опыта не обязательно. Ну, с опытом это такое дело. Это дело наживное, как говорится. Но если наличие гражданства не обязательно, а так жительские парни сейчас массово бегут из России и правильно делают. О чем это говорит? О том, что нет желающих. И, между прочим, в части срочной службы, которая не обязательно, они что сделали? Теперь у них срочная служба для мужчин от 18 до 30 лет. Это значит, что со 150 тысяч свежих призванных можно будет набрать солдатиков в поредевшие российские подразделения в Украине. Чем это не признак приближающейся большой мобилизации? Но это еще не все. Значит, понятно, есть выборы. Выборы, я вообще этот процесс называю сеанс темноты и сатанизма. Но, по большому счету, они не проголосовали за Путина. Они промолчали за войну, тем самым с ней согласившись. Но, как бы там ни было. Вот это переизбрание, в кавычках, Путина с рекордным результатом, дает ему карт-бланш для принятия любых решений. И что интересно, 69% опрошенных россиян, они не хотят мобилизации. Очень странно. Не хотят, но с большой вероятностью придется в этом принять непосредственное участие. И, мне кажется, вопрос стоит не в том, будет ли она объявлена, а только в том, когда и как в Кремле решат ее назвать. Иногда они это называют прием добровольцев. Но, по сути, это есть мобилизация. То есть, можно было поиграть с зэками, но зэки закончились, и некоторые тюрьмы даже они закрыли. И есть еще несколько признаков приближающейся мобилизации. Значит, пункт номер 5. Потери армии России. Вот Министерство обороны Украины ежедневно публикует свою сводку, и там уже давно за 300 тысяч погибших. И многие с недоверием относятся к этим данным. Но, знаете, даже российские так называемые журналюги по некрологам, то есть, то, что прошло в газетах и на сайтах, насчитали более 50 тысяч убитых. То есть, совсем. Ну, те, которые плавают вместе с Жириновским в аду в бассейне. Что он их делает, что он с ними делает там в этом бассейне? Бассейн кипит, потому что это же пекло, ады. Ну, наверное, то, что делал с ними при жизни на Рамзан Ахматович Кадыров. Все это происходит, конечно же, под аккомпанемент песен Иосифа Кобзона, Иосифа Давыдовича, если я не ошибаюсь. Так вот, по данным американской разведки, потери российской армии за два года составили убитыми и ранеными 315 тысяч. И, кроме этого, есть данные и подсчеты на разведке Великобритании. Это, соответственно, 350 тысяч. В любом случае, это больше, чем было мобилизовано в ходе так называемой частичной мобилизации. Тогда они заявили, что в сапоге одели 302 тысячи российских мужчин в трусиках и бесы. И, напомню, это было в сентябре-октябре 2022 года. Таким образом, эффект от мобилизации исчерпан. Исчерпан. И если мобилизация необходима тогда, то она тем более необходима сейчас. Из-за большого количества потерь. Ну и, наверное, финальный пункт — это потери российской армии, которые надо выделить отдельно в ходе штурма Бахмута и Авдеевки. Помните, у них был такой военкор, который не выдержал издевательства Владимира Соловьеву. Мурс его звали. Его заставили удалить информацию о том, что при штурме Авдеевки погибло 16 или более 16 тысяч российских военных. То есть, в том, что Маничелла готовится объявить новую мобилизацию, нет ничего хорошего для нас. Это понятно. И из этого нужно исходить. И мне кажется, раз война входит в такую стадию, то надо глубже копать окопы и лить бетон, бетонировать, 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 работать с западными партнерами в части получения авиации и дальнобойных ракет. И что-то мне подсказывают, что да, как всегда, с опозданием год, но, тем не менее, этот вопрос будет сдвинут с мертвой точки. Кто-то скажет, что Путин... И не случайно после теракта в Крокусе мы в первую очередь подумали, что они будут использовать это для того, чтобы начать мобилизацию, новый этап. И с большой вероятностью так оно и будет. Но по большому счету Скобеева же права, им не нужен повод. На телеканале ЦДФ тоже рассуждают на тему того, что Путин использует теракт для эскалации на Украине, а также Путин в поисках предлога для того, чтобы Украину стереть с лица земли. Но если бы мы были в поиске этого предлога, то предлогов настолько много, что мы давно-давно могли бы уже уничтожить эту страну как данность. Ну, взять хотя бы бесконечные удары по территории Белгородской области или области Курска. Если бы могли, они бы уничтожили. Это факт. Но они не могут. Да, они нас терзают. Терзают наши города. Атакуют энергообъекты. Все сложно и страшно. Но не безнадежно. И это очень-очень важно. Поэтому все силы, ресурсы на підтримку Збройных сил Украины и армия сделает все, что она делала до этого. Обеспечит незыблемость аксиомы. Украина была, ей и буде. Подписывайтесь на канал. Называем вещи своими именами. Оккупантам то, что они заслужили. Пока. Продолжение следует...